Нифонтовская школа Обе школы находятся недалеко друг от друга и сначала мы заедем в Нифонтово. Интересно, как же они меня встретят? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Директор А директор? А директор сегодня в отъезде, а капитан команды ждет вас в коридоре Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Во втором задании меня опять попытаются удивить. Кажется, здесь намечается яркое шоу. А вот и удобная площадка для просмотра. Привет! Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все, парад техники закончился. Кстати, за рулем последнего трактора была директор школы Людмила Владимировна Дудкина. Я удивлен и восхищен. Ну и чего здесь удивительного? И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Скукота. Что польза напрасно и вечно желать погоды и проходы, все целые годы любить. Только вот это... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы продолжаем разговор о музыке легкой и серьезной. Внимание на таблицу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здорово! И как же называется ваша группа? Группа называется Дэйр Дэвилс. А его с собой возьмете? А что он умеет делать? Ничего! Ну тогда ты поучись, а вы удивили! Домашним заданием для обеих команд было показать школу будущего. Посмотрим, как с этим справилась Нифонтовская школа. Здравствуйте! Садитесь! Значит так, на прошлом уроке мы с вами изучаем теорию строения органических соединений. К домашнему заданию класс готов. К доске пойдет... К доске пойдет... Шевцов. Шевцов к доске. Ну что? Леонид. Проходите. Шевцов! Куда же я попал? Где я? Почему нет, ребят? О, Васька! Ну слава богу! Хоть один знакомый человек нашелся. Рагулин. Наглох, что ли? Рагулин. Не Васька, Иолан, Иландович. А Василий Ильич Рагулин, мой великий предок. Вы его, наверное, имеете в виду. Мне всегда говорят, что моя внешняя оболочка совпадает с оболочкой моего прадеда. Кого Васька дает? Слушай, Альпалит. Иолан. Ну да, да. А чем же он таким Васька-то прославил? Чем? Да он же открыл законы перемещения в пространстве. Да, Васька он такой. Слушай, а что это у вас за хатка? Это школа, стандартная 22 веке. Здорово. А где учителя, ученики? Мы обучаемся, используя сетевые технологии. Ну, слушай, а что есть еще в школе 22 века? Все обычно, как везде. Инвестиционный банк, рекламное агентство, исследовательские лаборатории, кафедры электроники, ядерные энергетики, ну и так далее. Что-то я вижу, ты весь розовенький такой. Ты не учился по ним? Да нет, что ты. Просто я недавно вернулся с Путона. Загорел сильно. Слушай, Аполлон. Реолан. Ну, это, ясно, ясно. Здесь у вас, конечно, хорошо. Но я в школе больше всего физру любил. Физра? Никогда не слышал. У нас есть уроки релаксации. Да, понимаешь, Фио? Реолан. Понял, понял. Здесь у вас, конечно, хорошо. Но я домой хочу. Как-нибудь назад вернуться? Это просто. Доверь, ребят. 24 ноября 2012 год. Газово! Ребята! Мария Ивановна! Родная моя! Господи, Шевцов! Ты опять урок не выучил? Садись, Шевцов, два! Спасибо! Спасибо большое! Ну и как там у нас в будущем? Да ничего хорошего. Действительно, нечего там делать. Тем более, что в настоящем нас ждет много чего интересного. А меня – первая школа. Показать школу будущего в цифровой школе? Что может быть проще? Бредит кто-то? В планете Земля грозит глобальная катастрофа. Конец света в самом прямом смысле слова. Света не будет на всей планете. Академия наук США ожидает конец света. Неужели конец света? Да. В 2012 году наступил конец света. Но жизнь на Земле все-таки сохранилась. Сначала на планете появились растения. Потом животные. И, наконец, в мир уявился человек. Человек научился добывать огонь. Со временем изобрел колесо. И был уже близок к созданию паровой машины. Приступим, помолясь. Все ли отроки носим в собрании в присутствии? Все! Хорошо! Сейчас вы будете просвещены, из каких элементов собран раб божий человек. О, тракузька! Сколько раз я тебе долбил, что на собраниях нельзя чихать и смуркаться, а то кжоперца держать в носу. Так весь свербит проклятый, мочи нету. Апчи! Лукерья, почеши-ка мне спину. Хорошо! Хорошо! Да не тут! Вправо! Выше! Дура! Где вправо мозги твои козлины? Никакой смекалки. Баба, она и есть баба. Все одно. Дура! Иди! Ну, на чем мы там остановились? Раба божьего хотим мы изучать. Верно сказываешь. Кузька, ступай сюда. Буду на тебе элементы указывать. А можно я пойду? У Кузьки чили на пузе. Сыц, нечистая. Разве можно на бабе показывать? Кто есть баба? Баба, что курица. Иное у ней строение. Кузька, ступай сюда. Штаны поправь. Да не чешись ты. Взираем все на Кузьку. Вот Кузька, раб божий. Потому как Кузька роду мужского, все у него на месте. Все от Бога. Вот это у Кузьки, то бишь у каждого человека, орало. Это моргало. Повторите. Орало. Моргало. Верно, молодцы Вот это нюхало Вот это голова с мозгами Ушибка башковитых мужиков Волос выпадает Потому как ум его выталкивает А можно спросить? Можно, отрок А эти элементы как по-ученому называются? А это каковы размеры их Ежели велики, то грабли Смекаешь, откуда пошло грабить Ежели малы, то руки Так, продолжим Вот это у Кузьки сиделка То место для роз Ну и чтоб сидеть А можно спросить? А спина зачем? Спина А спина, чтоб голова в сиделку не проваливалась Смекай, отрок Все, теперь будем повторять Потому как повторение Мать учения Отроки Я тут на медне огород копал И нашел такую штуковину Приснится же такое А что тебе приснилось? Школа будущего География Математика История Физика Скукота А вот нельзя, чтобы предметы назывались Например, как-то по-другому Рисование обозвать там краском, озюканем О, идея Предлагаю такое задание Переделать расписание И сделать не просто предметы А сделать веселое расписание Поехали! Все предметы веселые, замечательные Но хочется сказать про литературу Литература это единственный предмет Который в моем институте Спала вся группа Из-за монотонного Преподавания Этого предмета Пришло время представить Жюри нашего конкурса Сегодня выступление команд Оценивают Заместитель начальника управления Образования района Наталья Анатольевна Левина Режиссер районного дома культуры Светлана Владимировна Рухлова И заместитель главного редактора газеты Звезда Екатерина Викторовна Морова Смотрим школьный сленг Литература Чудное мгновение English language Языколомания Алгебра Вынос мозга Биология В мире червей Перед обедом История Не царское это дело Информатика Game over Физкультура Халява Черчение Моэта География Остаться в живых Ну что ж Расписание веселое И с этим же заданием Я спешу в первую школу Задание ясно? Да Тогда поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, смотрим, как отцифровали предметы Ученики первой школы? Черчение Ну ни черта не знаю Биология Малахов крест География Как захотеть мир, если ты школьник? Литература Боре от ума Ой, горе от ума Физкультура От души Иностранный язык Ну, очень странный язык Инфагматика Рок, на котором ученики знают больше, чем учителя История Александр Алексеевич, мы вас любим Алгебра Вынос мозга Мне понравился ваш задор А я спешу к жюри конкурса Напоминаю, что в комнату для голосования члены жюри заходят по одному Екатерина Викторовна, несколько слов об участниках и ваш выбор Еще до сегодняшнего дня, до просмотра роликов Нас предупреждали, что судейство будет трудным Не просто трудным, нас даже запугали, что оно будет очень трудным Я теперь верю людям, которые это говорили Но тем не менее, я свой выбор сделала Голова к голове шли обе команды Ноздря к ноздре Но все равно я предпочтение дала команде школы номер один Принято Наталья Анатольевна, несколько слов о каждом из участников Ну и, конечно же, ваше предпочтение Ну, мне хочется, во-первых, сказать, что Обе школы представили просто водопад творчества Судить их архи сложно Но, тем не менее, раз мы жюри, задача все равно перед нами такая стоит Поэтому я, наверное, попытаюсь по каждому конкурсу провести такое сравнение В конкурсе «Визитка» мне больше всего понравилась школа номер один Здесь я отдаю предпочтение школе номер один имени адмирала Калинина В конкурсе «Удиви», наверное, на равных И школа номер один, и Нифонтовская школа Потому что женщина на такой серьезной технике И девчонки молодцы А девушка на ударниках Это просто, конечно, поразило до глубины души В конкурсе «Школа будущего» я бы отдала предпочтение Нифонтовской школе И в конкурсе «Расписание» школе номер один Поэтому, если вот так подойти и суммировать все баллы Я отдаю предпочтение первой школе имени адмирала Калинина Принято Ну что, Светлана Владимировна, Вам слово Ох, очень трудный сегодня день Наверное, это один из самых трудных конкурсов На которых мне приходилось принимать какое-то решение Было очень трудно Я даже до сих пор вот еще немножко сомневаюсь Но давайте вот просто по раскладкам Я буду немного подглядывать, чтобы ничего не забыть Начало, значит, у нас было начало Начинала Нифонтовская школа Очень интересная находка С переодеванием уборщицы в директора Замечательно, весело, интересно, хорошо Мы смеялись, сидели Все очень здорово Но немножко не хватало массовости Да, немного Мы сначала этого даже не замечали Вот я не замечала Но когда перешел Петров Васечкин в первую школу И вот там, да, там массовка, конечно, удалась Вот И все было у школы номер один Все было весело, динамично, оригинально Ну, по композиции построено очень грамотно Просто супер Смотрелось на одном дыхании И Аралаш отдыхает, ребята Пробуйте себя дальше в этой ипостаси Второй конкурс Нифонтова Удивили девушки Завруевым Во главе с директором Здесь, конечно, я отдаю Вот во втором конкурсе Предпочтение Нифонтовской школе Вот Немножко меньше удивила школа номер один Чуть поменьше Хотя Персонажи интересные были Вот Третий конкурс Нифонтова Школа будущего Значит, замечательно Оригинально побывали мы на других планетах Там, да, полетали в космосе Вот Немножко недоиграли актеры Чуть-чуть все снялись Ну, Иолан, конечно, хорош Замечательный актер Вот В остальном все очень здорово, конечно Но здесь школа будущего Оригинальностью удивила больше первая школа То есть они сделали назад в будущее, да Они нас вообще перекатили по этому будущему И по прошлому И все вместе перемешалось Было очень интересно смотреть Вот Ну, немножко затянуто Чуть бы покороче хотелось Вот Ну, а последний конкурс Веселое расписание Все были поровну Даже там название предметов совпадало, да Как вы, ребята, придумали И в той, и в той школе Так Одинаковое название Оно здесь было поровну Поровну конкурс И вы знаете Вот Деляна конкурсы Все было В одном конкурсе Одна школа В другом другая Вы Замечательно Спасибо вам огромное За доставленное удовольствие Но с небольшим-небольшим перевесом В одном Вот Из-за одного конкурса В одном конкурсе Все-таки Вот Я склоняюсь чуть-чуть Вот в школу номер один Принято Таким образом В полуфинал Вышла школа Номер один Имени адмирала Калинина А их будущий соперник Определится в противостоянии Сиземской и Пачевской школы А на сегодня Еще не все На правах организатора Конкурса Слово предоставляется Главному редактору Газеты «Звезда» Сергею Васильевичу Морову Уважаемые посетители Нашего сайта Сегодня На правах Учредителей Нашего конкурса Мне поручено заявить Особое мнение От нашей редакции В чем заключается Это особое мнение Дело в том Что жюри столкнулась Со сложнейшей ситуацией Когда приходилось Определять победителя В ролике В сюжете Который выглядел Очень ровно Обе команды Были Замечательные Я не хочу сейчас Умолять Того что сделала Школа номер один Но я хочу сказать И донести мнение Наших журналистов До школы Нефонтовской Вы не проиграли Вы просто не прошли финал Ваша игра была достойной Зрелищной Креативной И вот уже сегодня Как организаторы конкурса Мы подумаем Соберемся Как сделать так Чтобы отметить Вашу игру Достойную По завершении Нашего проекта Всего вам доброго Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok